Ну, Господи, благослови, мы отправляемся в рулетку. Ну что, что мусульманин, он на суд Божий тоже предстанет, мусульманин. Написано, все народы предстанут. И мусульмане не отрицают Христа, говорят, Иса, Мария, Марьям. Вы Коран считали? Я нет. Нет, а я его весь Коран от корки до корки. Книгу специально выпустил, показал, как в сравнении с Библией. А когда перебил, а вот у тебя там был этот, как пацан, ты там пацана принимал? Что там? Как вот там что-то там? Непонятно. Вы голову-то опустите, чтобы видно было вас. А ты что, а что ты для чего сидишь там? Для того, чтобы людям рассказать о Боге, о Христе, как душу спасти. Ну, ты же знаешь какой-то, это не такой сайт. Эй, я не знаю. Это не для этого. Они все там весь дрочитывает. Юноша, я второй день. Вы опустите голову. Ты еще от меня прячетесь, что ли? У тебя же 30 тысяч подписчиков на Ютубе. Ну и что? Разве это плохо? Ты можешь на своем канале стремиться. Ну ладно, заходите тогда по скайпу, и мы поговорим. Я постараюсь ответить вам на все вопросы ваши, какие есть. Никита, Никита у тебя был там, Никита. А фамилия как? Это сидит твой оператор, который тебя вечно снимает. А Никита наркоман там, что-то наркоту там, что-то про наркоту там, что-то. Да это на него говорят, а может быть этого и нету. Он на Украине. А вы где? А мы Барнаул, Алтайский край. Алтайский? Нормально. Мы с нуля строим православную деревню, где все христиане. Где никто не пьет, не курит, не матерится, не ворует и не лжет. Согласен, согласен, конечно, надо. А таких сел 21 тысяча. Вы молодые, берите землю, берите старатников своих и начинайте возражать Россию. А я с Астрахани. Я с Астрахани. У меня тоже село ездит, только там другое, там все. Там такого нет, чтобы там нации. Русские там с казахами живут, с сатарами. Все нормально у нас. Ну, нормально со Христом. А без Бога все ничем кончится. Вечный огонь за гробом. У нас все ништяк. Ништяк. Это придумное слово. Если вы знаете мою биографию, вы знаете, как я шел по тюрьму. Нет, я смотрел про тебя. Вы там вора, крысу, крысу ловили там что-то. Крысу? Нет. Вора. А, вора. Вора, ну крыса, вор. Ну, я понял, понял. Вы там, типа, на машине, на шестерке или на семерке, там что-то. Ну, вот без Бога что. Они людей обижают. Из-за них никто не будет молиться. А мы помолились. И он больше ни разу не приезжал. Ну да, Бог наказал его. Ну, мы не знаем, там наказал как. Кто говорит, что разбился. Надо жить по Богу. А ты доволен? Никак не доволен. Я доволен тем, что Христос меня нашел. Я могу о себе сказать. А ты доволен, что он украл, ну, из своего Бога наказал? Я недоволен. Я свои чувства не подвергаю сомнению. Только в своем Божьем проверяю. Мне жалко его. Жалко, что человек живет за чужой счет, ворует, и за него нет молитвенника. Никто не молится. Все желают ему плохого. А мы с ним помолились. Он согласился. Ну, ты же знаешь, про кого я говорю? Это который на шестерке там был? Ну, может быть. Я не знаю, какой год. Четырнадцатый год, наверное. Или четырнадцатый, или пятнадцатый. Может быть и так. Наше дело людям сказать, а примут или не примут Христа. Он говорит, не все примут. Я еще видел видео про это. Вы там гантели поднимаете. Да не гантели, а гирю. Гирю двух пустотов. Гирю, 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 да. Это я молодых решил испытать. Типа ты там говоришь, типа Брюсли там мог на двух пальцах. Ну, все правильно говоришь. Надо Бога любить. И слушать его, что он нам говорит. А он нам дал свое Евангелие. Что мы жили по Евангелию. И к отходу жизни из этой готовились. Были готовы дать отчет. А если к вам вот другие нации придут, вы не пустите или что? Ну, как не пустите? Это православное селение, да ему зачем тут быть? Если он не думает. Вот вы будете жить, например, вот у вас там своя, ну, как говорится, секта или что у вас? У нас не секта, церковь православная. Ну, вот придет человек другой нации. Вот придет негр к вам. Вы его пустите или выгоните? Как его выгоним-то? Да он и не придет, во-первых, это выдумка. Нет, а вот он будет идти. Ты его пустишь? Ты ему хотя бы кусок хлеба дашь? Нет, если он верующий, верующий. А если не верующий, у нас правила. Только православные христиане должны быть. А он скажет... Ты ему кусок хлеба дашь? Обязательно. Кто к нам такие попадали? Казахи забередали. Мы всех накормим и отправим на вокзал. На дорогу дадим ему, чтобы не помер. Один сбежал тут где-то, я не знаю, работали на бахчах. И его там свои же били. И он прибежал. Мы врача вызвали, правда, у него побои были. Полицию вызвали, чтобы они помогли ему документы вернуть. Он нигде. Мы накормили его, обследовали. Вот так. Ну я в самом шоке, что я тебя увидел. Вот тебя, дедуля, тебя лично увидел. Я знаю, что это твой оператор сидит рядом. Он тебя всегда снимает. А ты, ну, как я скажу, главный там. Ну какой я главный? Я такой, как все. Своей земли, кусок земли там. Да, это наша бывшая деревня. А на 20 лет не было никого там. И мы получили статус и сейчас строим с нуля деревню. Уставцы мы. Все зарегистрировано в краевом отделе. А Никита где, Никита? На Украине. А, убежал, да? Уезжал. Не выдержал? Я не знаю, в чем он там был. А он как-то так получилось, что выезжал. Ему дом подарили. Готовое, все, начинай жить. Ну, получилось. Вы даете ему корову, но вы потом ее забираете или как? Ну, мы даем, допустим, говорим, когда у тебя там лет 5-6 пройдет, у тебя свои будут телята, такого возраста будет. Кто приезжает, ему передашь. Ну, а как? Люди приезжают, бывает, и нечего, ничего нет. А дети, а вот никого, вы вдвоем живете или что? А где все, весь народ? Ну, как это? Мы в городе сейчас, а деревня-то дальше... Ну, что-то не видно, что это на город не похоже. Ну, а к чему не похоже-то? Обманывать мне уже нехорошо же. Ну, мы живем в городе Барнауле зимой, а летом в деревню уезжаем. А что там, дрова, банька, манька все дела? Уголь, дрова у нас тут есть, все. Мы живем в самом центре Барнаула. Угу. Просто сам в шоке тебя увидел. Сколько раз смотрел про тебя, и сам в шоке. Я думал просто, ну, я просто запоминаю лица, и тебя запомнил. А что сами-то не показываетесь? А мне вот неинтересно. Ну, что вы... А вот твой смысл. Мне вот, мне смысл просто посидеть там, настроение поднять. А вот твой смысл. Нет, прячется человек, когда знает, что плохое, его ищут где-то алиментчик какой-то или парик. Да, я плохой человек. Ну, вас никто же не ищет. Зачем скрывать себя? Ну, в душе я хороший человек. Ну, наоборот, бывает. Я вот стою на вахте, и в это время подошел один и такой курит, и в руке бутылку держит. Вот, я знаю, ты верующий, там начал говорить, а ты не верующий, нет. Я говорю, слушай внимательно, что ждет тебя? Вот. А они ходили, воровали там где-то, а теперь его пристрелили одного там, а он один остался. Ну, я думаю, что воруют. Я ему рассказываю. Когда денег нет, или там в голове. Я ему рассказываю. Нет, это он каждый день ворует, каждый день. Они этим живут. Так он папиросы порвал, а бутылку как ударил опасных и разбил. А мы с ним, ну, минут 15 говорили. Господь словом своим разбивает сердце человека. И говорит, все стоят у двери и стучат, кто услышит, и отворят. Войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Откровение 3.20. Еще видел, а, видел, видел. Он там что-то пьяный, что на тракторе там что-то. Да, пьяный на тракторе врезались. Пьяный на тракторе там что-то. Ну, и вот там с ним побеседовали, отпустили. Говорят, зачем отпустили? Он аварию сделал, а как его держать? Он поехал. Нет, я один год смотрел это, потом что-то, потом я что-то, Ютуб, я уже, Вы давно уже, ну, Ютуб вас кормит? Или вы же за рекламу платите? У нас ни копейки никто не получает с Ютуба. Это, чтобы нам содержать свои ресурсы, там администрация там получает Ютубовское. Что там бывает? Нет, вот, если, вот только, ну, по идее ты же был. Блогер выходит. Ну и что? Вот у нас 29 тысяч, 29 тысяч подписчиков, 29 миллионов просмотров. А мы не получаем ничего за это. Не, мне вот просто интересно, Вы платите каждый месяц за рекламу? Чтобы, или как? Никак. Мы не платим и ничего, они там еще делают. Мы не касаемся рекламы. А кто делает? Ну, кто делает? У нас коллектив работает над этим, ставят, вот где-то снимают. Дальше, когда нужно ответить на вопросы. Мне просто было всегда интересно. Ну, кто занимается этим? Я занимаюсь этим. Ну, ты же ведущий. Ты же главный, ты же не будешь этим там. Ну, я занимаюсь сам, вот сейчас скачиваю, сам ставлю, пока возможности есть. Вот ты ведущий, с тобой сидит оператор. Третий, кто-то, кто-то, третий что-то делает же. Ну, кто-то оплачивает, оплачивает быть в интернете, чтобы. У меня денег нет. А, это надо оплачивать, чтобы она, чтобы показывала? Нет, не доплачивает человек, чтобы в интернете-то я нахожусь, за это же платить приходится, кто в интернете-то. И вот Вы в интернете, если Вы же обязаны заплатить. Вот. В каком смысле? Ну, как, простой смысл? Нет, чтобы твое видео кто-то увидел, надо же заплатить. Да не надо видео, просто, чтобы интернет работал, подсоединили тебя, за это платить надо каждый месяц, там, 500 рублей или сколько. А, ну, это понятно. Нет, я говорю про видео. Я про это и говорю. У меня денег нет. Чтобы твое там видео попало в стоп. Нет, не надо, куда попадет. Нас это не касается. Канадана найдут. У меня есть ролики, которые больше полмиллиона просмотров. А, ну, там, наверное, самые интересные такие. Ну, нет, самое простое такое. Там я рассчитываюсь, дорогу строили бульдозерист. В одном месте там, что мы сидим обедаем. Почему так понравилось, не знаешь. Дальше. Я смотрел, я смотрел, я смотрел. Шершниной, шершниной. Мне тоже понравилось. Шершней выжигаем. Вот это полмиллиона тоже. Угу. Главное, что у нас Библия начитанная мною. Угу. Святые отцы, каноны. У нас очень богатый сайт. Сайт называется. Угу. Очень-очень богатый. Такого тяжеловесного сайта в мировой сети нет. Угу. 50 книг, только моим голосом насчитаны. Угу. Аудио. Много видео. Дай бог, дай бог. Да. Чтобы было миллионы. Ну. Миллиарды было. Миллиарды-то не будет, но просмотров... Кто-то, кто-то думает, там, ну, они же делятся люди, там, думают плохо, кто-то думает хорошо. Ну, да, на всех не угодишь. И чем больше мы будем правильно поступать, тем больше хуле не будет со всей стороны. Угу. Они будут поносить. Почему? От зависти, от злобы. Но нас это не должно касаться. Господь говорит, когда вас будут поносить, за имя мое, велика ваша награда на небесах. Это награду люди собирают. Угу. Ну, думать надо хорошим. Да, во славу Божию жить надо. Для Бога. С Богом. И во имя Иисуса Христа. А я думаю, надо жить для себя хотя бы. А для себя ничего ты не будешь иметь. Ну, поел ты три раза, поел уже много. А как ты для себя будешь жить? Для семьи. Сюда, конечно, здесь семья. Это... Ты живешь для своей семьи. Вы никак не можете, если не верующий, жить лучше верующего. У меня всегда друзья. У меня на сердце легко. Я никого не имею. Дом мой открытый. У меня много людей. Приходят молятся. Потому что ты живешь в такой обстановке. Наверное, так. Ну, я не буду тебе настроение портить. А его нельзя испортить, потому что я в роде. Оно не портится. Моей душой руководит Дух Святой. И поэтому я совершенно, зная, что произойдет, отдаюсь в руки Божьи. И как тебе, Господи, угодно. Когда рядом хорошие люди и жить легче. Хорошие люди. И жить легче. Я был, когда в лагере, последний раз. Я видел, как людей убивают. Только разговаривал, ее уже убили. А меня... Ну, в каком году? В 86-й, 7-й. Это же Советский Союз. Советский Союз в Казахстане. Жамбульская область, город Жанатас. Понятно. Я это последний раз там был. А теперь я реабилитирован. Мне надо возвращать. А у них нет ничего. Был и суд 11 лет. Я высадил два дома в Барнауле. Небольшие деревья. А ты сам жил в Казахстане? Нет, отбывал срок в Казахстане. А жил в Барнауле, то есть в Алтайском крае. Понятно. Ну что, дед, пойду я дальше. Давай сбору. Удачи тебе. Бог поможет. Выходи, по скайпу поговорим. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. Будете регулярно получать. С нашего канала. Если вам понравилось наше видео. Одобряйте. Ставьте лайк. А также поделитесь с друзьями. О просмотре нам в соцсетях. Вконтакте, в фейсбуке, в твиттере, в одноклассниках. Добавляйте в плейлист. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик. Это даст вам возможность узнавать о новых видео. Которые обязательно будут выходить на наш канал. А также смотрите другие наши видеоролики. В нашем богатом видео архиве. Помоги вам, Христос. С Богом.